Корнел Касат. Тезисы Маркова. Джан. 26, 2015-12-38. Один из идеологов Единой России и доверенное лицо Путина на последних выборах Сергей Марков выступил с концептуальными тезисами касательно отношения к происходящему на Украине. Сначала цитата, а затем небольшой комментарий. Сначала признай, а потом рассуждай. Есть несколько фактов, непризнание которых оскорбляет разум и не позволяет серьезно воспринимать того, кто их не признал. Один. В Киеве власть захвачена незаконно, выборы были нечестными, оппозицию давят террором, а общество давит пропагандой. Власть антидемократическая. Украина не свободна. Два. Всю тяжесть вины за войну в Донбассе несет группа киевских военных преступников. Три. Огромную долю ответственности за бойню на Украине несут США и ЕС. Их цель – нанести максимальный ущерб России. Четыре. Россия обязана помогать жертвам террора власти на Украине. Пять. В конфликте с обеих сторон участвуют иностранные военные. Многое можно обсуждать, но это банальные факты. Если политик не признал это, прямо или косвенно, Лавров, например, признал это косвенно, сейчас, еще до будущего устранения Порошенко от власти, он не может считаться серьезным. И уж точно не может считаться сторонником демократии и свободы. Сначала о суде главное в современной Европе нарушение демократии, а это – преступление Киева, и только потом получаешь право рассуждать о демократии. Будущий премьер Греции, лидер Сириза, сказал год назад, мы не должны не принимать, не признавать неонацистское правительство Украины. Даже если он будет вынужден скорректировать эту позицию, суть останется таковой. В ЕС появилось первое правительство, которое прямо называет киевскую власть неонацистами. Будут и еще. Не правда ли, крайне резкий диссонанс с разговорами про партнера Петю, которого нужно спасти от Яценюка. В принципе не вижу никаких оснований не согласиться с тезисами Маркова, они вполне ясно отражают оба измерения этого конфликта, когда помимо войны Новороссии с хунтой, есть и второе измерение этого конфликта – холодная война США и России. Отрицать это просто глупо. Естественно обе стороны используют свой военторг для коррекции происходящего на Украине, которая является одним из фронтов начавшегося противостояния, уклониться от которого уже не получится. В целом, такие заявления от плотно встроенного в структуры правящей власти идеолога, показывают определенную эволюцию взглядов на украинскую проблему в российском политическом истеблишменте или вернее части этого самого истеблишмента. После того, как выяснилось, что договориться с США ценой и ступок не получится, из возможного выбора – сдаться или сражаться, выбор был сделан в пользу борьбы, что и обуславливает изменившуюся риторику и происходящий сейчас на Донбассе. Хунта, война на Украине, Марков, Россия, США, Порошенко, Единая Россия, Новороссия, Украина. Leave a comment, read comments. 268.